Всех настройки. Вчера не снимал, памяти не было. Давайте сегодня расскажу. Покажу вам колонны, которые я залил. Сейчас вам все прекрасно. Покажу и покажу самое интересное. Как я вчера крепил колонну наверх. Это было что-то, это было нечто. Я же один. Вы же прекрасно знаете. Вот мои колонны. Немножко долить. Там чуть побольше. Вот видите система. Проблема была как бы немножко в установке. Сейчас я вам покажу. Вот. Ты с этой стороны работаешь, с того края, потому что туда не пролезь на тот угол. Надо дом всегда обходить. Вот топаешь вот здесь. Проходишь. Залазишь. И туда двигаешься. Смотрите в чем прикол. Как бы я колонну вчера собрал. Видите мне туда не проникнуть. А самое печальное, что мне надо наверху работать. А вот в это вот, в это вот помещение входа нету. Представляете. Просто строили-строили. Они и себе построили пристройку без входа. Так вот мои дорогие свеженькие долечки. Лезешь вот так по лестнице. Вот так наверх. Прям не стесняясь, боясь, что упасть. Потому что тут один даже скорую некому вызвать нахуй будет. И все. Туда спускаешься. Потом залазишь вон туда. Там шпильку закрутил. Спускаешься. Сюда залазишь. Здесь спускаешься. Идешь туда. Там подкрутил. И так весь день. Мои дорогие свеженькие долечки. Сегодня будем заливать. Он говорит, я приду. Тебе, говорит, помогать буду. Посмотрим еще. Как он мне помогать будет. Самое прикольное, что ты забываешь рулетку. Ну или просто что-нибудь. Гвоздь даже. Вот вчера мне надо было лестницу сколотить. Блядь, два гвоздя не хватило, чтобы ступеньку прибить еще одну. И все. И знаете что? Пришлось бы влазить, идти в гость, брать, залазить, нахуй прибивать. Ну и так это в течение дня. Потому что ты не можешь в двух руках принести все. Надо и перфоратор, надо и шуруповерт, надо и молоток, надо и ножовку, надо короче инструмент. Понимаете? Ну что, мои дорогие свеженькие долечки. Короче, не дождался я его ни хрена. Уже время 12. Надо заливать вот эту колонну. Про нее я вам сейчас расскажу, про крепеж. Вот, состроился такой помост, чтобы хотя бы тут я мог перемещаться. Один, блядь, все это наверх затянул. И хрен кому всем похороны. Так ладно, давайте, про колонну вам расскажу. Смотрите, система, как подвешивать колонны. Очень удобно, если можно бурить стены. Самое главное, вот сейчас я вам расскажу. Вот видите, вот эта досточка, она уберется. Вы на нее не обращайте внимания, почему она такая широкая, чтобы она держала щит ровно. Пережимаете там и внизу. И здесь берете уровень и подгоняете в уровень. Потом отрезаете вот такую досточку, вставляете ее и зажимаете шпилькой. То есть у вас вниз и вверх зажат шпилька в уровень, понимаете? В уровень. Щит. Не сами боковые стенки, а именно крышка. Крышка. На шпильке ее бурите через трубочку. Обязательно через трубочку, потому что вы их забетонируете нахрен. Потом, смотрите, систему обязательно рассказываю. Потом, вы крышку эту, когда притягиваете, она у вас стоит вертикально, горизонтально в уровень, понимаете? Она никуда, чуть-чуть только в бок, в лево, в право играет. Но это не страшно, не страшно. Потому что она у вас в уровень вертикально стоит. Вы просто берете боковые доски, боковые щиты ставите, боковые щиты нахрен. И все. Смотрите, где дырки нахрен вам бурить. Ну или так, если вы умеете, как я, там бурить сразу заранее. Побурите дырки заранее. Просто несколько саморезов прикручиваете. Щит висит. На вторую сторону переходите. Подставляете его на нижнюю шпильку. Просто она воткнута в бетон. Просто ставите щит, просто чтобы он стоял на нем. Удобно, так понимаете? Переслоняете щит тоже. Стягиваете двумя саморезами и вставляете. Но предварительно вставите шпильки тоже. Когда один щит прикрутили, вставляете шпильку. И эту трубку одеваете, чтобы не застряло. Напоминаю, чтобы она там не застряла, не забетонировалась. И все. После этого вторую крышку там туда-сюда и все. Стягиваете нахрен. А самое главное, вам надо потом накрутить немножко побольше саморезов. Поэтому, чтобы как шип был. Не гвозди. Гвозди вы потом устанете разбирать. Саморезами лучше. И обязательно шпильками притянуть вот так. Видите? Чтобы не только у вас была стянута сама колонна, а именно крышка. Прямо вот вибрируйте, не перевибрируйте. А если вы не стянете, а оставите на тысячу саморезов, ничего не выдержит. Поверьте, она у вас просто вот так откроется. И весь бетон будет на полу. А вот так очень хорошая система. Да.